Последний день октября одно из структурных подразделений Уральского электрохимического комбината ремонтно-механический цех номер 33 отмечает 75-летний юбилей. И пускай сейчас этот цех стал историей, память о нем навсегда останется в сознании тех, кто многие годы отдал работе на благо не только комбината, но и города. Своими воспоминаниями о деятельности подразделения поделился Сергей Данилов, некогда руководивший ремонтно-механическим цехом. Скорая помощь комбината – так зачастую называли ремонтно-механический цех номер 33 Уральского электрохимического комбината. Работы, которыми был занят коллектив цеха, было невозможно не выполнять. И пусть сейчас это подразделение уже не входит в состав УХК, но память о нем по-прежнему живет в людях, которые сделали свой вклад в становление и развитие подразделения. Много добрых слов сказано о горожанах, которые возглавляли цех в разные годы его существования. К 75-летию со дня основания подразделения своими воспоминаниями о славных годах руководства цехом работы с коллективом поделился Сергей Андреевич Данилов. Он стал народно выбранным начальником цеха. Большая часть коллектива в ходе голосования признала Сергея Андреевича руководителем подразделения. Тот день, 16 апреля 1988 года, и выборы после субботника Сергей Данилов помнит в деталях и по сей момент. Сразу после голосования пришло осознание той ответственности, которую на него возложил коллектив. В 1988 году Сергей Андреевич стал одним из самых молодых начальников. Из трех претендентов, оставшихся 80 с лишним процентов, было отдано за меня. Поэтому я должен был оправдывать надежды работников цеха и постарался все это сделать. На тот момент в цехе было 650 человек и 52 наименования, должностей и профессий. Там некоторые профессии уникальные, допустим, кузнец, модельщик по деревянным моделям, даже был специалист по ремонту сейфов и замков. Ремонтно-механический цех был богат не только сотрудниками с уникальными профессиями, но и выполняемыми работами. Прогуливаясь по улицам города, сейчас многие из нас и не догадываются о всем многообразии объектов, которые были изготовлены сотрудниками цеха под номером 33. Труды этого коллектива невозможно рассматривать в отрыве от комбината и города. Стоит выделить, но это вот тут аллея боевой славы, там то, что фигуры лица этих воинов, это мы отливали в литейном отделении, но это было до меня еще сделано. То, что касается театра, оперетты, и милиции, тоже вот наружные литвы, решетки, это тоже наше произведение. Гальваника, вот то, что в театре посмотреть, все, что блестит, это все гальваника, полировка, это дело наших рук. Все же основной пласт был направлен на обеспечение нужд уральского электрохимического комбината. Цех был активным участником при разработке и решении многих сложных технических задач. Объемы и разнообразие выполняемых работ характеризуют подразделения, как мощное производственное объединение, вышедшее за пределы ремонтно-механического. Хотелось бы еще отметить работу, это то, что связано с челноком, это установки термостатирования. Правда, у нас тут деление было горизонтального типа УТС-30 и 48, это делал Цех-33, а вертикальное исполнение – это УТС-08 и 2,5, делал 68. Там большой набор оборудования, иногда вот по телевизору показывают какие-то фрагменты этого челнока, думают, что это же мы все делали. Конечно, волнение и гордость за то, что кто там был, видел все это. Это все в основном сделано в Каве Цеха-33. Богатую 75-летнюю историю этого уникального подразделения городообразующего предприятия сложно уместить в несколько минут. За годы существования сложились свои трудовые династии. Ветераны продолжали достойно трудиться, готовя при этом замену. Секреты рабочего мастерства передавались из поколения в поколение. Насыщенной была и общественная жизнь цеха. Свой профсоюз – комитет, который был занят организацией и спортивной, и культурной составляющих. Благодаря всему этому сотрудники коллектива были не просто сослуживцами, а единым целым. В общем, там труженики, труженики. Никто даже не подумал. Но там могли все. Все. Все, что не упускала промышленность. Все мы делали. С кем приходилось работать, я благодарен. Спасибо за труд. Вот что хочется сказать всем труженикам, отдавшим годы жизни и работе на благо города и Уральского электрохимического комбината. Неоценим вклад, который каждый внес в большое дело. Пускай любая прогулка по улицам родного Новоуральска отзывается в душе приятными воспоминаниями о сплоченном коллективе и достигнутых результатах работы. Валерия Конева, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания.